Перед тем, как начнётся этот ролик, я бы хотел поздравить нынешнего куратора Беброграда Сталкера. Одно из его первых появлений в роликах вы могли увидеть аж два года назад на сервере Батайск Лайф. Пацан, чё ты стреляешь? Ты ненормальный? Нет, просто проверяйте, перки-то не работают. О, так ты с Кайф Лайфа, что ли? Чё такое? Ну я тебя в бан сейчас кину, блядь, ты с Кайф Лайфа пришёл, ты охуел? В смысле? В прямом я тебя сейчас забаню нахуй, ты. Куда ты, блядь, идёшь? Я тебя сейчас банить буду, всё, полетели на крышу, блядь, игрок Кайф Лайфа называется. Всё нахуй, вот видишь, чё будет с игроком Кайф Лайфа? Да я прикалываюсь, да чё, усрался, что ли? Играй. Подожди, яку ты знаешь, что есть Кайф Лайфа. А, да я тебя видел постоянно на этом, на джеките ты играл. Всё это время он был как обычным игроком, так иногда временами становился на пост администратора. Прошло два года, а теперь он является куратором нашего сервера Беброграда. Оптимизация игровых правил, которыми вы сейчас пользуетесь и руководствуетесь, это полностью его работа и заслуга, за что ему огромное спасибо. Видео поздравления от всего админского состава вы можете посмотреть в группе Беброграда. Эдуард, с днём рождения! Проверка администрации Проверка администрации это как новый сезон любимого сериала. Каждый раз новый каст главных героев. Из раза в раз каждый из которых натыкается на судью, который вербально издевается над каждым из оппонентов. За дело, естественно. Я бы был совсем отбитым извергом, если бы плевался кислотой в каждого второго по поводу и без. Но, увы, я веду себя относительно культурно до тех пор, пока собеседник не перегнёт палку. Это видео, скорее всего, выйдет ещё дольше, чем предыдущая часть. Причина та же, куча стоп-кадров с пояснениями. Так вы понимаете меня намного лучше. Это 17 выпуск проверки администрации на моём сервере Беброград. Сейчас там проходит классная акция, а также есть промокод от меня. IP, ссылки и промо вы найдёте в описании. IP, ссылки и промо вы найдёте в описании. IP, ссылки и промо вы найдёте в описании. Уберу, уберу, нет проблем. Ничего себе. Ну я мешать не буду, я против ничего не имею. До тех пор, пока меня не начинают иметь или же против меня иметь что-либо. Запишите себе эту фразу в блокнот. Ебать, да что откидывает-то так? Да... Какого хуя? Что, блядь, с пингом ёбаным? Ого, си, что за сервер лагает и откидывает, блядь. Я пвпшиться не буду в таких условиях, я ебал. Я, блядь, видите, я завис нахуй. Вот это называется лагает, пингует, а не, как было в прошлом ролике, пингануло и я, блядь, стоял. Не, вы же видите, даже челы виснет и всё. Ебать. Ебать, я просто спускаюсь дважды. Да, блядь. Да ёб твою мать, блядь. Получилось так, что это были технические шоколадки на стороне хостинга. Стой, слез, быстро слез, раз. Слез, два. О, отлично. Давай сто рублей, и я тебя отпущу. Кидай на пол, сто рублей, и я тебя отпущу, и всё. Кидай! Нахуй он это сделал, блядь, у меня дробовик в руках был. Господи. Это чё, реально было так легко дебилов начать искать? Просто в РП ситуации вступать, да? Эти и другие сказанные оскорбительные слова забираю обратно. Это была моя первая ошибка за весь ролик. Чел, которого я убил, был, оказывается, лотерейным маньяком. Поскольку я над головой не видел никакой надписи, потому что у лотерейного маньяка это не пишется, я выдал ему наказание за ФИРРРП. Немного потом, с помощью администрации, я узнаю, как конкретно можно вычислить профессию лотерейного маньяка, или же, если этот чел реально нарушил ФИРРРП. Один из четыре, страх, 15 минут. Сука, 100 рублей, блядь. Он и за 100 рублей реально был готов мне глотку перегрызть, или что нахуй? Почему, блядь? Лотерея на роль маньяка. Ну окей, давайте попробуем. Зачем ты по 500к покупаешь в донате, это же невыгодно. Ну там 500к отдается. Ну это невыгодно. А тебе еще дали деньги на балансе? Ну, в этот клуб, в этом море. Перезвоню. У меня было два, кстати, варианта развития событий. Первый это, зайду, получается, и помогу ему ограбить того чьего. Второй, ну я вступлю за него. Здорово, встал лицом быстро. Пять тысяч. На пол. Все, спустился. Спустился отсюда. Раз. Так уж сложилось то, что свидетели почти на всех серверах, на которых я играл, быстренько сливают. Вот он вам первый минус администрировать на разных серваках постоянно. На нашем сервере Беброград такое правило переделали. Теперь конкретные профессии не имеют права убивать свидетелей. Это мой второй проек по счету, за который я могу спокойно получить наказание. И не буду ни говорить ни слова против. Но тут же после этого начинается третья, достаточно спорная ситуация. Чуть позже, а не, пока смотрите, что было дальше. А вот это так называемая РП-месть. Встречайте, чел, которого я ограбил буквально через несколько секунд, достает оружие и начинает по мне стрелять. Я бы не сказал то, что он отошел слишком далеко от места ограбления. Не знаю как вы, но я большинство вот этих РП-мести людям каким-либо, за то, что их посадили в тюрьму, за то, что их ограбили. Я наблюдаю следующим образом. Чел идет, терпит, 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 делает план, приходит и мстит. Они просто отходят на какое-то небольшое расстояние, оттуда достает ствол, типа обходя правило эфир РП, и начинает палить в спину. Чисто технически, если бы я хотел доебаться, я бы выдал ему не эфир РП, а нон РП, потому что так месть не делается. В плане РП он, конечно же, мог, знаете, что сделать? Пойти, быстренько это все перетерпеть, найти команду, спланировать это все, найти меня в конце концов. Даже через наемного убийцу это все сделать. Но нет, он решил просто обойти правило эфир РП, типа отойдя на небольшое такое расстояние, и достать автомат. Немного потом мне предъявит администрация, вполне себе заслуженно, чисто за то, что я неправильно выдаю наказание, не в соответствии с нарушением. С утверждением, что я нарушил, и не первый раз, я нисколько не спорю, говорю это сразу. Но также дальше на разборках я буду пытаться объяснить администрации то, что виноват в этой ситуации не только я один. А, то есть, тебя вообще-то ни хуя не испугало, да? Ну ладно, окей. Молодой человек, вас полечите. Давай, было бы неплохо. Хорошо, сейчас. Охуенное лечение. Хе-хе-хе, ну ладно. Блин, повезло ему. За медика-манеку, так он может и хилиться, и чела входить и рубать. Ну прям, вообще, мечта. Че вам, занести помочь? Как хочешь. На, держи. Держи, держи, держи. Здорово, кого выцеливаешь? Кого выцеливаешь, мужик? А, че? Ага. Че такое? Ага, ну, выйдешь из банок, и, короче, подожжал. Не, он может позвонить тебе, вроде бы. Или же, не знаю, как-то... Ретерн собака. Это пофиксили, телефон пофиксили. Угу, ну ладно. А, привет, можешь сказать, за что ты его забанил? А, он в криминальном районе заменника тебя убил, и ты его откинул за... Щас скажу, за что. Что? Вернее, ты его убил, и ты ему дал 1.4. Ну, правильно, да. За что? Ну, за 1.4 страх. У тебя просто... 1.4 страх, ну, а что конкретно он сделал? Оружие достал, и его грабил. Я ему сказал, дайте, блядь, дайте, дайте. Что такое? Так, разборка возвращается. Не, сейчас пока приостановите, я с другим админом разговариваю. А, я у тебя его забрал. Хотя, не знаю, сами решать, короче. Я пока что-то передаю у него... Ну, короче, солдарь, это, забирай его, сейчас мне ситуацию расскажут, ты его верни. Ладно. Смотри, я единственное, что хочу сказать, у маньяка ферр-рп... Подожди, ты за какого маньяка? Золотарьевого или за какого? Золотарьевого, да-да-да. У него, по сути... Четырёх. Ну да, четырёх. У него ферр-рп четырёх, поэтому то, что он достал на тебя оружие, вот он мог. А чё он тогда с самого начала начал этот ферр-рп отыгрывать? Ну, он может отыгрывать, может не отыгрывать, это его же право. Ну, а как я пойму, маньяк он или нет? Ну, исключение у него... Он может просто спокойно... Нет, смотри. Он, например, ствол... А, нож? Как раз-таки у него же нож, и чисто тебя зарит. Ребят, внимание, тот чел в особенном скине, он дальше будет мешать на протяжении всей следующей разборки. Не этой, а следующей. К тому факту, что он передаёт слова чела, у которого в данный момент нет связи из-за бана, я отношусь нормально. Но после того, как у него появляется связь, я не вижу смысла в его присутствии на разборке. Он только мешать будет. Маньяком сейчас вообще-то другой являлся. Сейчас вот голосование было. Вот недавно... И получается, таким образом выходит то, что... Вот сейчас недавнее крайнее голосование. До него маньяком был другой чел, который меня сейчас убил с АВП. Смотри, чтобы узнать, маньяк он или нет, тебе нужно открыть логи через высказательный знак. Копировать его в убийствах. То есть, если он тебя убил, ты копируешь работу нападающего. Если там написано маньяк, то ты уже отталкиваешься от этого. Ну, как бы ты нарушил сейчас. 6.2, если я не ошибаюсь, сейчас перепроверю. То есть, прежде чем как бы банить, нужно перепроверить как бы... В смысле, еще раз ты мне объясни, каким образом проверить... Ага. Во. Маньяк. Так и я откуда знал? Не, ну я, возможно... Смотри. Я реально его за, за это, забанил, за ФРРП незаслуженно. Но я отталкивался таким образом, что вот РП ситуация, я его граблю, он стоит, соблюдает, потом раз, он смотрит на меня, достает ствол, начинает стрелять, я его убиваю. И за это я ему даю наказание. Хорошо, смотри, если ты вот ты не знал, да? Ну, да. У тебя это первый раз или какой? Ну, на данный момент, да. Ну, значит, в правильной 6.2 есть исключение, единый случай, то есть ты не знал. Я могу ему как-нибудь компенсировать. Я просто сейчас себе лям валюты взял и мне... Ну, это уже, это уже у него спрашивают. Ты что думаешь? Я? Ну, да, да, ты кто еще? Ну, ты можешь попросить компенсацию или просто... Я не знаю, да, наверное, давайте компенсацию. Ну, просто так выходит, то, что мне нигде не написало об этом, кроме как в логах, а то, что в логах проверять надо, именно как проверять, я не знал. То есть я его сейчас не наказываю, потому что в исключении правила 6.2 написано, что... Да, я не знаю, у меня, смотри, что есть, на батаре валяется, у меня не нужно, Максим, смотри. Так, у тебя дубликатор есть или пропы? У меня? У тебя, да. А дубликатор у тебя есть? Доступ? Нету, наверное. Ну, держи тогда дубликатор. Все, мир, дружба, жвачка. Да, да. Все, видишь? Да, да. Ну, все, супер, не держи зла. Да, спасибо. Все приятные игры. Надо уметь договариваться. Так, а тебя к ним, да, унести? Это единственный выход был. Да, на того же. Наверное. Все, держите. Ваши полностью. Так, ну и... А, то есть, подожди, стой, 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 стой. А, короче, смотри, на тебя жалобы по той же ситуации, да, по той же, я так понял. Ну, почти по той же, только если того он, типа, пил, то смотри, да, он тоже забанил по ФРРП, но он просто совершил месть. Месть, как бы, он же его не... В смысле, месть. То, что он его ограбил. Ну, что в том понимании месть? Он, ты его ограбил? Давай с этого начнем. Месть? Ну, то бишь, смотри, человек мог быть зол и отомстить. Ну, в плане месть, как она вообще планируется? Ты пошел, шардиженый, оскорблю. Он находит того же человека. Находит того же человека, но он же не отходит на 5 метров от него и не начинает по нему шмалять. Это не месть, это называется, после драки кулаками не машут. Запахните меня, пожалуйста. Так, подожди, подожди, смотри, за гост. Ты говоришь, что Максуша, а там стилу ему, так? Или дёрн собака. Да, вот Джо Джо Хофф. Я, я. Все, у человека, который подал на меня ЖБ, появился голосовой чат. Дальше присутствие вот этого чела со скином вообще не имеет смысла, но администратор почему-то решил его оставить, потому что он так хочет. Как итог всего этого, меня начинают перебивать уже в три кабины, пытаться объяснить то, что я один только виноват, а я один пытаюсь объяснить то, что виноват в этой ситуации не только я. Тем временем, я своей вины не отрицаю. С этого момента на перебивание и также помехе разборкам левого человека администратор не обращает внимания. Так смотри. А, а он тебя забанил, да? Да, короче, ты можешь идти в ДС просто пять минут займёт? Я даю ему покажу и всё. А меня слушать никто не будет вообще? Зачем мне сюда... Чел, я попозже продам дверь, я сейчас на разборку. А, потому что ты обвиняемый. А вот этого я сейчас... Так, меня послушать никто не хочет, да? Смотри. Что я тут тогда стою? Я тебя сейчас на спаун... Сейчас тебя послушают, господи. Окей. А деньги где нашёл? Это его очень сильно беспокоит то, откуда у меня деньги на валюту на сервере, да? А, так, смотри, сургалёк. Это работает так, что мне сказали, есть демка. А, деньги на что? Я сейчас посмотрю, если у меня будут вопросы, я задам тебе. В смысле нашёл другого оператора? Ты о чём спрашиваешь? Можно ли это? На что, на валюту деньги? Мне кажется, моё материальное положение тебя вообще интересовать не должно. Ну, я уже понял, откуда у тебя бабки. Можешь не увидеть. Ну, откуда? Предположим. Со столовки. Заходи в зону Б, бля, ты. Ммм, хорошо. Со столовки деньги, сука. Ну ладно. Друголёвчик, пизеси. Эээ, так, друголёк, ты тут? Да, я тут. Смотри, у меня к тебе вопрос один есть. За что ты убил чела, который подошёл к тебе после того, как там ограбил... Свидетель ограбления, всё логично. Ты не имеешь права свидетеля убивать, читай правила. Чувак, ты, блин, даже купил модератора, даже правила нормальные, читав. Разбей. Со столовки деньги. Давайте будем честны, если бы он лучше меня знал правила, то он бы примерно подумал о том, что нахождение его на разборке с того момента, как у чела появилась связь для объяснения, чревато для него самой обычной помехой разборкам. Смотри, значит, у тебя есть нарушение правила 5.0, а именно под пункт запрещается убивать людей, кого ты не грабишь и свидетель. Ну что, друголёк? А, нет, точнее, у кого нет денег, а также свидетелей, вот. У тебя нарушение правила этого, и плюс у тебя нарушение правила выдачи наказания за то, что ты ему выдал ФРФП. Я не понимаю, что ты выдал, проблема в том, что я не могу ему ничего сделать за то, что он выдал неправильное наказание, я сейчас напишу куратору по поводу этого случая. Да, я скажу. Значит, Джонда ФРФП все равно обоснованный. А, почему? Ну, стоп, я его ограбил, это сказал. Он был от тебя на достаточном расстоянии, и ты не направлял на него оружие. Он достал оружие и начал стрелять под себя, в чем проблема. Почему тут ФРФП? Я вообще не вижу, что тут ФРФП. В смысле, не видишь, что тут ФРФП человека, буквально секунд 10 назад ограбили. Чего ты удивляешься? Оп. А вот уже левый чел начинает пиздеть поперёк. Буквально 10 секунд назад ограбили, ты тут же типа собрался с силами, начал стрелять по челу, который тебя ограбил. Ну это, ну, что это? Кто знает в реальной жизни. Бля, зачем он тут вообще присутствует? Что он тут делает? Смотри, ФРФП... Ну, я так хочу, нет. Да, меня не ебёт, что ты хочешь. Он пожаловался, а не вот этот чел. Почему он сидит, перебивает меня, мешает мне разговаривать? Потому что он сам же участник разборки. В чём проблема? Каким образом он к жалобе это относится, скажи? Я сначала говорил слова, которые он не мог, потому что он был... Ну дальше, он обрёл до речи, ты тут теперь какую роль играешь? Я не меняю тему, подожди. Я не меняю тему. Ты до меня доебался, ты меня не слушал с самого начала разборки. А тут ты всё, посмотрел демку, я окей, виноват. Песел, подожди, стой, другалёк. Я посмотрел демку, я увидел. Я сейчас задаю тебе конкретный вопрос. Почему ты посчитал то, что это ФРФП, хотя в тот момент ты на него не направлял оружие, и он был от тебя на достаточном расстоянии, чтобы это было не ФРФП? Я понимаю, если бы ты там приплёл в ПГ, например, по Авергейминг, там ещё можно придраться, но ФРФП, когда между дувами больше, чем 1 на 8 конструктивного блока, и ты не направляешь на него оружие, это точно не ФРФП. Но ты чисто головой подумаешь, что ты чела грабишь. Там даже 1 на 8 не было. Я говорю, головой чисто подумай, что ты чела грабишь, он тебе отдаёт деньги под дулом, не знаю, оружия какого-либо. Ты пытаешься, получается, уйти, и он берёт тебя в спину и начинает, блядь, настреливать. Ты же не ушёл, ты начал другого вопроса. Смотри, давай представь ты ситуацию. У тебя есть оружие, тебя грабит человек. У тебя есть оружие. Ты не можешь достать оружие, потому что, понимаешь, если ты полезешь в кубыру, он тебя пристрелит. Ты отдаёшь ему деньги, а потом, чтобы отомстить, когда он не видит, ты достаёшь оружие и мстишь ему. Что ты за месть нелогичная ни хера? Типа, я могу быть ограбленным, получается. Симуляция жизни. В жизни такое может как-то произойти. Когда ты покупаешь модырку, надо понимать, что ты. Ты модыр, ты даёшь наказание, надо понимать свою власть, понимаешь? Надо читать правила, вникать в них, сопоставлять друг с другом. Я не вижу этого в тебе, я вижу в тебе человека. Ты меня не слушаешь. Просто, блядь, ходит на сервере, нахуй, и всем выдаёт наказание. Я тебя слушаю, я тебя понимаю, блядь. Ты сам с собой разговариваешь, ты меня не хочешь слушать вообще. Я тебе только говорю слово, а ты мне 300 говоришь слово. Ты так сделал на тебе наказание, блядь. И я очень много раз из-за этого вот отлетал. Из-за чего? Ты меня не слышишь, нихуя. Ты вообще меня не хочешь слушать, алё, дядя. Ты ниже меня, блядь. И я вижу то, что ты хуёво себя ведёшь. Я вижу то, что ты, блядь, никогда не себя ведёшь. Я могу, я могу говорить, что ты долбоём, блядь. Опа, красный флаг. На протяжении всей разборки, блядь, да это даже разборкой назвать сложно. Это диалог как раз этих самых трёх челиков. Меня там можно вообще не учитывать, потому что мне банально не давали слова. Если вы заметили, как только я начинаю говорить какую-либо речь объяснительную в свою пользу, меня тут же перебивает один из них и начинает мне что-то своё объяснять. Нахуй они открывают свои рты, если они и так уже достаточно сказали. Показали демку. Если того челика, который на меня подал жалобу, я ещё могу хоть как-то понять, он хочет добиться моего наказания и всё такое. Всё же он подал жалобу. То ебаного приблуду суфлёра я в принципе понять не могу, какого хера он здесь делает. У чела появилась связь, что ты тут сидишь, делаешь, перебиваешь и мешаешь разборкам. Администратор на это почему-то закрывает глаза и начинает со скорблений, хотя непонятно вообще почему. Я такого повода вообще ни разу не давал за весь диалог. Если вы ещё в этом не убедились, то перемотайте назад на ту разборку, где я не знал, как выявлять профессию лотерейного маньяка и договорился с челом абсолютно нормально. Я сейчас напишу какую-то разборку нахуй, добью всего, чтобы тебя сняли, блядь. Я вообще вахуй, как такие мудры держат на сервере. Ты когда, блядь, мудры купил нахуй? Когда на неё встал, блядь? День назад нахуй? Два часа назад? Почему тебя до сих пор писали? Почему ты лежишь на маве нахуй? Долбой твоё! Извините, пожалуйста. Всё, слёзы все вылил? Вылил слёзы? Всё? Злобы выместил? Ебанутый. Я теперь могу свои пять копеек вставить, ненужные на фоне твоей громкой речи? Ау, долбоёб, я с кем разговариваю? Окей, ладно, я понял, давай. Я слушаю. И чё, это хороший пример наборной администрации сейчас? Окей, я понял. Я что-то не уследил, и из-за чего-то я плохо себя в блоке. Что ты не уследил? Что? Хорошо, что ты не уследил, что ты сейчас усвоил? Да нет, сейчас заебало, закрой своё, слышишь? Ты уже достаточно сказал. Ты сейчас две-три минуты сидел, меня, блядь, перебивал и не хотел слушать. Стоило мне, сука, морф выключить, ты тут же начал заикаться, ты тут же начал продумывать каждое своё слово. Ты чё, совсем ёбнутый, ты как себя ведёшь? Ты как себя ведёшь, я тебя спрашиваю. На меня всего лишь жалоба, блядь, прилетела, я всего лишь тебе пытаюсь объяснить то, что виновен не только я, но и игрок, которого я наказал. Ты в ответ меня нихуя не слушаешь, и вообще просто начинаешь дико сгорать тупо с факта того, что жалоба идёт не на простого игрока, а на модератора. Это чё, нормально, по-твоему? Ты таблетки, может быть, ну, не пил какое-то время. Ты шиз? Ты больной? Тебе сколько лет? Сколько тебе лет сейчас? Вот скажи число, число, сколько тебе лет? Я могла ответить на твой вопрос. Число, сколько тебе лет, спрашиваю? 19. 19. Ты к психологу ходил, нет? У тебя с башкой, блядь, нормально всё? Ты как себя ведёшь? Смешно, блядь, да? Минуты две назад у тебя вообще не было повода для смеха. Ты высрал на меня тонну говна тупо из-за того, что я модератор, блядь. Серьёзно? Я могу сейчас так же приебаться к тому, что ты тупо оператор, блядь. Ты оператор, ты сейчас пользуешься тем, что ты охуеть как намного больше прав, чем я имеешь. Ты выше меня по званию. Ну да, естественно, перед тем, как меня снимать, ты должен пойти пожаловаться куратору. Хорошо, пожалуйся куратору. Ведь это тебя так, блядь, учиняет просто очень сильно. В плане того, что ты не можешь каждого модера взять и накуканить. Чисто потому, что, ну, ты можешь. Ты мне слова нахуй не давал. Я, я, ты, 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 ты пнул меня, блядь, на разборку. Ты слушал тупо его. Как только я начинаю говорить, берут, открывают ебальники. Он, он и ты вместе с ними. Вы мне тупо слова не даёте. Вы чё, ебанутые? Я пытаюсь, блядь, объяснить. Ты у меня, берёшь, ты мне вопрос задаёшь. Почему ты считаешь, что это феррп, или же почему ты его тогда убил? Я тебе, блядь, начинаю объяснять. Начинает вставлять свои ебаные пять копеек ненужные. Он начинает то же самое вставлять. Вот он. Начинаешь ещё перебивать, затыкать и объяснять мне что-то ты. В таком случае, нахуй ты меня о чём-то спрашиваешь. Зачем ты со мной пытаешься выходить на диалог? Какие-то мне вопросы задаёшь? Если в конечном итоге, при каждом моём объяснении, ну, точнее, попытке объяснить, объяснением это назвать очень сложно, ты берёшь, открываешь свой ебанник, берёшь мне, перебиваешь, и не даёшь мне нормально, сука, объяснить. Нахуй ты вообще тогда со мной разговаривал всю эту жалобу? Я могу ответить теперь? Давай, ответь. Ты задал вопрос, я могу ответить? Давай, ответь. Смотри, по поводу того, что ты сказал лишь бы какого-то модератора, я увидел то, что ты выдал наказание ФРРП, и я хотел пожаловаться, потому что я очень много раз в жизни встречал на этом сервере. Но в жизни это, ты понимаешь, утрировано, то есть с тех пор, как я на оперке здесь. То, что модераторы злоупотребляют своим положением и дают вот так вот просто вообще непонятные причины для бана, ну а ты пользуешься своим положением. Я спросил тебя, какого хера он вообще относится к этой разборке, ты говоришь, я так хочу. Ты, блядь, логического объяснения мне не можешь дать. Я тебе сразу задал вопрос, зачем он тут присутствует? Ты мне сказал, он не может, вот вон, он не может объяснить суть жалобы, говорит тот за него, типа, говорящая голова. Говорю, окей, у этого появился дар речи, нахуй он тут нужен, он мешает разборкам и перебивает меня, сидит. Ты мне ничего не ответил, я так хочу, потому что. И тебя это типа ебать не должно. Не кажется, что ты сейчас пользуешься привилегиями администратора куда больше и куда, не знаю, более неправильным способом, чем я? Я посчитал то, что уже нет смысла его ретернуть и так далее, потому что для тебя я уже вынес тебе приговор, потому что, я, кстати, не понял, почему ты вообще убил свидетеля, потому что по факту нельзя убивать свидетелей. Ты меня не слышишь? Я тебе сказал то, что я не спорю с тем, что я нарушил правила свидетелей. Я тебе пытался объяснить то, что нарушил не только я. Окей, no problem. Все, теперь у тебя no problem. То есть, блядь, охуеть просто. По поводу того, что ты... Нет, нет, не по всей ситуации. Подожди, другалек. Не по всей ситуации. То, что ты признаешь, что ты его убил, no problem. Вот поэтому no problem. Но потому то, что ты потом... Он по тебе начал стрелять, и ты, получается, там, короче, залез, потом оббежал его, залез по лестнице и убил, и ты выдал ему наказание в ИРФП. Я... Ну, там даже по генке видно, что это вообще, типа, далеко не ИРФП, и за что ты дал наказание было непонятно вообще. Когда я начал у тебя спрашивать, за что ты дал ИРФП, если бы ты отвечал, типа, вот, по этому, по этому, по этому, по этому. По фактам члены раздельно, no problem. Но раз я в тот момент понял для себя, что с тобой, точнее, с твоим образом, как я понял, общаться бессмысленно, я для себя вертит вынес, и я хотел тебя наказать за то, что ты убил свидетеля, и просто пойти сказать куратору ситуацию. Но... Но... Ну, я выключил голос. И ты все же рисовал, и я послушаю, и так это и выглядел. После того, как ты включил свой голос, я понимаю то, что, видимо, я что-то не доглядел. Да, я... Потому... Потому что... Да, объясняю. В тот момент, когда ты был... Я не знаю почему, но ты просто вел себя, ну, серьезно, как вот чел, который типичный, пытается прикрыться, пытается что-то не сказать... То есть, если чел пытается объяснить то, что виноват не только он, просто пытается что-то сказать, когда его перебивают в три каски, это значит то, что он что-то не договаривает, или же пытается чем-то прикрыться? Это хуенная логика, если честно. Другалек, ты тут? Да, я тут, я кодекс читаю, я читаю правила, прикидываю, что-то нарушил, быстренько весь диалог прокручиваю, понимаю, что у тебя нарушение кодекса, конкретно статьи 15, сейчас тебе статью 15 точно скажу. Не, я сейчас слушаю, я принимаю. Слушай, кодекс, раздел 3, статья 15, первый пункт. Отношение к коллегам администратор должен вести себя так, как хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к нему. Ты практически нарушил 6 и 10 наказания, ты банально не хотел меня выслушать, хотел выдать только мне наказание, когда я пытался объяснить, почему виноват не только я, ты меня не слушал. Я даже не знаю, нарушил ты его сейчас или нет, но, видимо, нет еще. Повезло просто. Я не вовремя микрофон включил. Затем 6 и 8. У тебя нарушение кодекса, а именно это что за правило по счету? 6 и 12. Потом идет правило 6 и 8. Конкретно, некомпетентно разбирал жалобу. Исключения у тебя не будет, поскольку ты не высшая администрация и не топ-администратор тем более. Я вот прочитал одно правило, интересно, а вот доебаться до тебя или нет? По факту все, что хочешь, нет проблем. Окей, хорошо. Права администратора 6.0. Запрещает использовать привилегии члена администрации для своих корыстных целей. Основательский админский состав вправе ограничить вам игру на сервере и с того требует ситуация до выяснения обстоятельств. На жалобе присутствовал и мешал разборкам систематически ровно с того момента, как все-таки голос появился у того, кто жалуется. Вот этот тип. Ты с этим ничего не сделал, ну, потому что тебе так было удобно. Говорят, трое против одного получается. Я ничего сказать не могу, меня никто не слушает, меня перебивает даже сам администратор, который разбирает на меня ЖБ, который, казалось бы, должен разбирать жалобу так, чтобы были услышаны обе стороны. Что думаешь? Окей, отвечаю. Я не знаю каждое правило наизусть, я затем и захожу в правила, чтобы уточнять какие-то правила, может быть, для себя в плане того, чтобы доебаться, новые открыть. Вот я открыл для себя новое правило. Я бы чисто прикинул ситуацию, я понял то, что ты еще и 6-0 нарушил. Что делать будешь? Блин, вот сейчас кто-нибудь по-любому в комментах заплачет, что я, мол, такой хуёвый, не даю администратору объясниться, и как только он начинает говорить, я его перебиваю. А мне, думаете, было приятно? Потом, дальше, у тебя правило оскорблений 2.2 и неадекватного поведения. Итого, это массовые нарушения. Оскорбление в кодекс входит. То, что оскорбление в этот... Оскорбление в кодекс. Ну смотри, по отношению к коллегам администратора, вот это ты имеешь в виду? Да, да, да. Ну, ты хочешь, чтобы на тебя твои коллеги выливали постоянно говно? Так же сейчас, как ты, буквально за 2 минуты вылил на меня. Ну, нет, это не 2 минуты будет в день, это будет каждый день при любом диалоге вот с тобой. Ты хочешь, чтобы с тобой себя, другие игроки, администраторы, оперы, модераторы и так далее, вели себя так же? Понятно, что не... Ну вот, а в чем тогда вопрос? Сейчас. Горис лаком. Какой вопрос? Ну, ты сомневаешься в том, что кодекс подвязан с оскорблениями. Я тебе логически объясняю, то, что оскорбления, ну, никак не поощряются в кодексе расписанных. Нет, другалек, я наоборот говорю, то, что это в кодекс входит, то, что я оскорбил тебя, коллегу. Я сейчас из себя вышел, даже при том условии, то, что для меня ты был, как гнусный модерн, который нарушает правила твоими полномочиями, потому что я не доебывается, а то, что я увидел по демке, то, что по факту, типа, это прям, ну, безосновательное было, как это, дача наказания. Ну, ты понял. Который доебывается. Ты перефразировал тогда, когда высирался на меня. Ты как раз отметил то, что я уже целых двух людей за условный, там, может быть, час игры, и я наказал. В первом разобрались, оказывается, я понял то, что как именно конкретно нужно проверять, лотерейный маньяк или же нет. Потом разбираемся здесь. На этой жалобе ты просто в хуй не ставишь то, что я тебе говорю до того момента, пока я не выключаю морф. Итого, я наказал всего лишь одного человека, полтора, бля, даже, незаслужен. Потому что чисто исходя из правил, ему я выдал бан. Ну да, неправильно. Но, как бы, я хотел объяснить, почему конкретно он тоже может быть неправ в этой ситуации. Может быть, там, реально фирерпе и есть. Ты не хотел слушать нихуя все, что я тебе говорил. Вот ты прикидывал то, что я это человек, который доебывается. Ну, вот по ту сторону монитора чел, который купил себе модерку, доебывается до людей. И вот чисто поэтому он наказывает людей. Одного, второго. И на этом список закончился. Но я сейчас вот реально возьму и доебусь. Я в тот момент просто играл. Я раз наказал чела, потому что я, к примеру, так думал, то, что он нарушил правила. Вот с тем оказалось так, что я там был неправ. Я извинился перед челом. Дал ему компенсацию в виде, блядь, дубликатора. Чтобы он хотя бы зла на меня не держал. С ним разобрались. Все окей. Тут ты даже не даешь разобраться. Тут ты меня нахуй не слушаешь. Я сейчас туда возьму специально доебусь. Хотя я до этого играл абсолютно спокойно. Тебе надо, чтобы я доебался? Я уже нашел у тебя вот в стиле доеба 5 правил нарушить. 5 правил это у администраторов не просто бан, как я понимаю. Массовое нарушение правил. Нарушать от 5 и более правил в течение одного дня. Считается только те нарушения, за которые игрок не получил наказание. Ты не получил сейчас наказание еще пока не по одному из этих 4 или 5 правил. У тебя может быть еще и выговор. У тебя застакается выговор за те нарушенные правила. Оно тебе надо? Нет проблем. Готов выслушать. А что у тебя еще выслушивать? Ты все сказал, кажется. Но по факту у тебя голос просто 10-летнего, 12-летнего ребенка, который просто не знаю откуда взял деньги, купил модераторку и неправильно выдает зарушение. И тут то, что не хочется, чтобы на этом серфере... Я ни с одним, блядь, ребенком так не разговаривал, так как ты сейчас говорил до того, как я его вырубил. Я разговаривал так только в том случае, если чел реально конченый и конченно себя ведет. Не хочет ни хера слушать, ведет себя неадекватно, токсично, хуесосит кого-нибудь. Он перебивает, например, на разборках или же себе, не знаю, пытается создать имя такого чела, которым он по факту не является. Я в таких случаях с ними вот так вот разговариваю. Я тебе изначально, в самом начале жалобы, говорю, давай я тебе вот так вот объясню. Я тебе пытаюсь объяснять. Я тебе не даю повода для того, чтобы ты со мной так разговаривал. Я просто чел, на которого подали жалобы. Я нарушил, например, фрибан или же не ту причину выдал челу, который был лотерейным маньяком. Я это понял, я перед ним извинился. Я вот здесь вот сейчас сижу на жалобе. Ты мне уже был готов выдать нахуй наказание. Нормально, меня не выслушат. Я у тебя несколько раз спросил в течение всей жалобы. Меня кто-нибудь слушать будет, а вообще нет? Мне сказали несколько раз, тебя выслушают. Ну и в итоге я беру, выключаю, сука, клоунфильм, чтобы меня все-таки кто-нибудь выслушал. Ты все сказал, все, заканчивай разборку, выдавай мне наказание, которое я нарушил за правила вот это. Выдавай. Что мне там полагается? Фрибан? Окей. Нарушение правила грабежа. То, что ты убил свидетелей. Я просто тебе еще... Ну вот по нему тогда и выдавай, остальное будем обсуждать с куратором. Помеха разборкам, это какое правило, ты мне подскажи. Сейчас скажу точно. Ты же администратор лучше знаешь правила, чем модератор донатный. Помеха разборкам 1.22. Значит, вот тот чел получает 1.22.40 минут. Ты против, что ты этого имеешь? Как человек, которого ты решил оставить на жалобе и спокойно наблюдал за тем, как он мешает разбирать жалобу. И как-то пытаться доказать свою... Перебивал тем самым, мешал разборкам. Для меня это как таковое не было видно. Я сейчас его... Ну конечно, не тебя же перебивают. Бля, что я спрашиваю? Нахуй я с ним советую. А как я могу выносить, исходя из того, что он мешал разборкам, если для меня, по факту, он не мешал разборкам? Ну тебе же не мешали. Тебе не мешал никто. Тебе не мешал никто. Вы мне все рот, блядь, затыкали и перебивали меня на жалобе. Тебе никто не мешал. Соответственно, поэтому ты и решил мне выдать наказание, тупо меня нормально не выслушивая. Вылив на меня тонну говна, показав себя с самой худшей, блядь, стороны и ведя себя как свинота. Молодец. Выдавай сейчас мне на этот аккаунт вот правила гребежа. Которая там со свидетелями связана. Я нахуй леваю. Блядь, три дня ведь игра это как... Почему он... Что за сбой, блядь? Что за дискриминация модератора? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok